Здравствуйте! Сегодня мы с вами рассмотрим решение систем линейных уравнений способом сложения. Мы имеем с вами систему x плюс y равняется 4. Второе 3xx минус 5y равно 20. Если бы это дело проходило на экзамене, то я бы конечно рекомендовала метод подстановки. Но поскольку мы с вами проходим способ сложения, то мы сразу обращаем внимание, от чего можно избавиться. Конечно, можно избавиться от y, но у нас в первом уравнении y, во втором минус 5y. На что нужно умножить y, чтобы убрать его в процессе сложения? Конечно, на 5. Мы ставим рядом вертикальную черту и пишем умножить на 5. Затем мы с вами еще раз записываем систему. Первое уравнение мы умножаем на 5. 5 умножить на x это 5x. прибавляем. 5 умножить на y. 5y равняется 4 умножить на 5. Это 20. И второе уравнение мы подписываем так, как оно было. 3x минус 5y равно 20. Далее мы ставим плюс. Его можно, конечно, не ставить. Либо подчеркиваем, либо ставим первое действие. Или то, или другое, или то и другое вместе, как кому удобнее. И начинаем складывать. 5x прибавить 3x будет 8x. 5y отнять 5y уходит. Мы ставим равно. 20 прибавить 20 это 40. И отсюда x равняется 40 деленное на 8. x равняется 5. Ну, мы с вами нашли x, но нам же надо еще найти y. Поэтому мы ставим цифру 2. И выписываем то уравнение, которое окажется нам попроще. Конечно, попроще первое уравнение. x плюс y равно 4. Вместо x мы с вами поставим 5. 5 плюс y равно 4. Отсюда y равняется 4 минус 5. Потому что 5 переходит в другую сторону с противоположным знаком. Отсюда y равняется минус 1. И, наконец, надо выписать ответ. На первом месте мы пишем в круглых скобках 5. Это x. И вместо y минус 1. Итак, 5 точка с запятой минус 1. Это наше решение. Вот нам-то scary. П have got with these. И вот так вот. И вот так вот здесь вот, И вот так вот,